Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Ну и к новостям подсанкционной, так называемой Россиюшки. Российские авиакомпании будут летать без второго пилота. Я даже, знаете, вот пытаюсь что-то откомментировать, но такую новость откомментировать невозможно. Можно сказать, что это идиотизм, или сказать, что это, ну, Россия вообще идиотская страна, или недострана, или как хотите, но летать без второго пилота? Помним все, да, German Wings, вот эту вот знаменитую ситуацию, когда летчик, пребывающий в депрессии, разбил самолет, а второй не мог доломиться к нему в кабину, пусть он закрылся. И с тех пор, вообще, международные правила авиаперевозок требуют обязательного, постоянного нахождения в кабине обоих пилотов, двух пилотов, как минимум. И, а россияне говорят, так что нам, в принципе, смотрите, мы летаем на самолетах бэушных, мы летаем на самолетах, которые, которые ремонтируются бэушными запчастями. Мы все прекрасно знаем, что никто им таки не разрешил использовать нормальные запчасти для самолетов, и они сейчас разбирают одни самолеты, чтобы летали другие. То есть, одни ворованные самолеты, у них же все ворованное, у них своего ничего нет, у них ворованные самолеты, 500 ворованных самолетов. Вот они одни из них разбирают, чтобы летали другие, но на ворованных самолетах нету новых запчастей, нету. И они, соответственно, снимают то, что выглядит более-менее окей. И ставят на другие самолеты, которые пока еще летают. И на которых впоследствии будет сидеть один пилот. Они говорят, да не, ничего страшного, мы его сейчас заменим виртуальным пилотом. Вы себе представляете? Виртуальный пилот производства Российской Федерации. Вот сейчас не откровенно, вы в такой самолет сядете? Значит, самолет, ворованный самолет, который ремонтировали ворованными запчастями. И в которых один пилот настоящий, наверняка алкаш или наркоман, а второй вообще виртуальный. Ну и как? Ну, судя по всему, россиян это ничего не смущает. В принципе, ну действительно, людей, которые посылают своих детей, чтобы те умирали в Украине. А они потом гордятся, ездят по селу, показывают новенькие белые жигули. Ну, смутить какими-то самолетами. Да, господи, они вообще полетят без летчика. Им все равно, понимаете какие. Вот такая вот страна. И поэтому, знаете, считать россиян, то есть рассуждать о России с точки зрения нормального человека, который живет в нормальной стране и руководствуется общечеловеческими какими-то ценностями, не приходится. Россияне не живут в нормальной стране и никогда в жизни не руководствовались и не руководствуются общечеловеческими ценностями. А их самолеты летают как в Африке. А знаете, как в Африке летают самолеты? Я вам расскажу. Они летают до тех пор, пока не упадут. Вот летает, его вообще никто не обслуживает, как на России. Или обслуживают всякими палками, вот как на России. Летает, 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 бац, упал. Ну, еще один привалок лет, куда-то там Ан-12, которому 45 лет. Вот, собственно говоря, вот это Россия. Но им же наплевать, а нам дважды наплевать. Слава Украине! Слава Украине!